С 12 по 22 апреля в Театре оперы и балета стартует международный балетный фестиваль. Уже 22 по счету. Что ждет ценителей изящного искусства на этот раз, расскажет Юлия Важенина. Откроется фестиваль премьерной концертной программы «Петипа Гала». Она посвящена 200-летию со дня рождения величайшего балетмейстера Мариуса Петипа. Век Петипа, время блистательных балетов и ярких экспериментов, навсегда останется одним из самых значимых периодов не только в русском, но и в мировом искусстве. Специальные гости с исторической родины хореографа Франции – Сара Ренда и Роман Михалев. Но они не единственные приглашенные звезды. Мы ждем огромное количество гостей, не только связанных с миром балета. Мы приглашаем двух музыкантов в оркестр. Мы бы, конечно, хотели их пригласить на весь фестиваль, но получается у них очень плотный игрок. Они приезжают к нам только на «Петипа Гала». Это солисты оркестра кремлевского балета. Приезжает исполнительница партии «Арфы» и приезжает исполнитель и солист «Скрипач». Продолжит фестиваль балет «Жизель» и к нему приложил руку Мариус Петипа. Имя великого балетмейстера значится в числе хореографов создателей постановки. В главных партиях блеснут яркие звезды Большого театра Евгения Образцова и Артемий Беляков. 17 апреля на сцене нашего театра «Гости из Перми». Легендарный балет Евгения Панфилова – признанный символ современной хореографии. Он покажет в Чебоксарах одну из своих лучших постановок – балет Прокофьева, Ромео и Джульетта. Спектакль вот уже более 20 лет собирает аншлаги по всей стране и миру и считается самой неординарной хореографической версией шекспировской трагедии. Балет – лауреат многих международных фестивалей и конкурсов, номинант российской национальной театральной премии «Золотая маска» сразу в трех номинациях. Это хедлайнерский такой спектакль этой труппы, который по сей день там живет, и каждый раз на него аншлаги зрителей. Но посмотреть его можно только в Перми и только в этой труппе, больше он нигде не идет. Поэтому вот такой некий эксклюзив мы решили привезти к нам в Чебоксары. Это очень интересная авторская работа, это авторская хореография Евгения Панфилова, которого, к сожалению, уже нет в живых. Это очень интересная авторская режиссура и прочтение этого спектакля. 20 апреля фестиваль продолжит вечер одноактных балетов Стравинского, «Вожар птицы» и «Весна священная». Их представит Московский театр классического балета Касаткина и Васильева. На этот раз предусмотрен праздник и для маленьких зрителей. 15 апреля их ждет сказочный балет Прокофьева «Золушка». На сцене театра его версия зазвучит новыми, еще неслыханными нотами. И дело тут не в музыке, а во внутреннем наполнении персонажей. 21 апреля балет Хачатуряна Чаполина перенесет юных жителей в итальянскую сказку. Несмотря на то, что премьеры этих спектаклей состоялись совсем недавно, они уже успели полюбиться публике. А завершится фестиваль 22 апреля традиционным галоконцертом. В программе вечера шедевры мировой хореографии. И тут организаторы обещают много сюрпризов. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика.